Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые любители шахмат. С вами Владимир Добров. Отправляемся на плей-офф турнира ASINX Masters Champions Tour и обсуждаем самые интересные моменты, самые интересные перипетии игрового дня. Напомню, что после круговика 8 лучших шахматистов отправились в нокаут. И первый день, я вам сразу показываю таблицу, принес следующие результаты. Игрокам пришлось играть 4 партии по 15 минут плюс 10 секунд на ход. И в случае ничейного исхода присваивался счет 1-1. Ну а соответственно, если же игрок побеждал в матче, то он просто получал единичку, а соперник получал ноль. Таким образом, мы видим, что Аранян и Вашелограф первые свои матчи вчерашние выиграли. Ну а сегодня будет уже второй день, а мы поговорим о том, что было вчера. Итак, вперед. Итак, самым интересным, конечно, противостоянием этого четвертьфинала является противостояние чемпиона мира Магнуса Карлсона и нашим великолепным шахматистом Данилом Дубовым. И в этой партии, в одной из партий, в первой партии, Магнус, разыграв Испанку, в общем-то, поставил определенный ряд трудностей. Долго, да, не сопротивлялся. Я не буду слишком долго заострять внимание на дебютные части, потому как дебютная часть сложилась в пользу все-таки чемпиона. Он получил достаточно солидный плюс. И очень быстро партия перешла в такой, в общем-то, стандартный эншпиль, в котором белые имели лишнюю пешку, тяжелую фигурникам. Ну и черным представила тяжелая защита. Значит, долгое время пытался, значит, Даня здесь играть, в принципе, разумно. Все правильно было до поры до времени. И вот в какой-то момент Магнус решил поменять ферзей. И сложный момент возникал, потому что ферзей пришлось менять так или иначе. И после ладья С6 возник такой вот эншпиль. То есть пешек подравнялась, однако у белых очень сильная пешка А с поддержкой ладьи сзади. Ладья Б3, пешка максимальным образом практически дошла до пункта назначения. Ну, пока Магнус ее оставил на А6, тем самым определенные ресурсы дополнительной темпы решил выкрасить, можно сказать так. И вот определил положение короля. Король С6, ладья С4, король Д6. В общем-то, похоже, что вот эта позиция должна быть ничейной. Однако Магнус выжил из этой ситуации максимум. Мы знаем, как он магет, как говорится, как он умеет. И вот получилось следующее. Ладья А8, ладья А4, король С6, король Ладья А2. Ну, Магнус очень хорошо, конечно, чувствует эти позиции. И, в общем-то, все правильно делал, опять-таки, Даня. То есть, не давал возможности белому королю приблизиться к пешке С. Одновременно, белые не имеют никаких возможностей бежать за пешкой Аш, так как в этом случае черная пешка побежит в ферзи быстрее. И поэтому, вот, произошли следующие изменения. Взяли-взяли, король Д5. Интересно, Эншпель неоднозначный и требует отдельного, конечно, внимания. Но, конечно, полагаю, что черные должны все-таки его держать. Вполне возможно, что держать его можно разными способами. Итак, ну, Даниил выбрал ладья Е8, король С6, дал шаг, пешка на С7 упала и решил активную защиту применить ходом Ф4. Ну, что же, вот, проблема черных заключалась в том, что король на А6 отрезан. То есть, ладья очень здорово вырезает этого короля от участия в защите. И движение движениями, а вот положение именно королей здесь решающее значение имеет. И, как говорится, один в поле не воин, но вот случаются такие ситуации, когда это действительно так. Итак, вот такая вот была, можно сказать, этюдная идея до поры до времени. И в какой-то момент белый перешлет в такую А6. И опять-таки, вроде бы, 2 на 2, и что здесь может быть? Король Б3. Ну, почему не А6 главный? Вопрос был, честно сказать, я не затрудняюсь ответить. Возможно, там тоже были так же проблемы, потому что Ж5, Ф4, и король быстро прибегает к пешке Ж6. Ну, в общем, Даня пошел королем, и после Ф4 и Ф5 белые образовали сильную, мощную проходную, в которой, в общем-то, король с ней состыковался. И мы видим, что король чёрный должен в этой ситуации находиться в районе поля Е8 или G8 для достижения ничьей. Однако он находится, опять-таки, далеко, и вот эта позиция уже, конечно, пройгла. Значит, ну вот последовали такие, в общем-то, и ходы необязательные. В целом, партия вот так вот завершилась. Блестящее мини-этюд, мини-достижение от Марвуса Карлсона. Раскатал Эншпиль на очень высоких скоростях, можно сказать, и на высокой ноте закончил. Прекрасная партия. Ну, в общем, Даня начал с минус раз, но затем последовали несколько интересных партий. Итак, вот был каталон у них уже, Даня играл белыми, и здесь были размены определенные. Долгое время здесь было маневрирование. Опять-таки, белые здесь ладзи, как говорят, мансили по четвертому ряду. Ну, и вот в итоге, в общем, что здесь происходило. По большому счету, напал, защитил, и пытались белые спровоцировать черных на какое-то взятие на Е2. Ну, в общем, кони Ф5, и опять-таки, мы видим, что Даня все откладывал ход Е4, который так и напрашивается сделать, но такого не случилось. Случилось это чуть позже. Итак, двигались они, двигались, в итоге поменяли по одной ладья, и вот пошла вот эта вот идея отрезания коня из центра. Вот самый нужный момент. И сила позиции белых заключалась в том, что, как вот и в Каракане, в классическом, есть такая вот структура, такая с пешкой на А5. В Эншпиле, Эншпиле очень неприятен, потому что белые имеют возможность надвинуть свои пешки. Так и здесь случилось, в этой партии, у них большинство, чисто математически, у них 5 на 4, мы видим, а здесь пешка А5 сдерживает фланг. То есть, здесь 2 на 3 держит очень здорово ферзовый фланг, в то время, как на королевском белые имеют спокойную возможность надвижения. Итак, после хода конь Ц7, король пошел на Ф3, ладья ушла, провели белые Ж4, освободили теперь дорогу пешки Ф, для того, чтобы затем выбить защитника на Ж7, для того, чтобы, соответственно, пешку АЖ запустить. Ну, в общем-то, Магнус здесь тоже решил не стоять на месте, он понял, что дело пахнет керосином, сыграл Ц5, ладья Ц1, и конь Д4. Отдал ему пешку, и, в общем-то, наверное, это правильная была активность, которую он придумал. И вот пешку затем он отъедает, не было возможности у белых ее сохранить, и главная задача белых была исполнена. Однако, вот в такой позиции, ну, ошибиться может каждый, и очень легко это сделать. Давайте посмотрим, что произошло. Словно АЖ-4. Была идея связана с ходом ладья Ц3, ладья Е3, в общем, но в целом это не имело значения, черные здесь тоже должны были двигать свои пешки, что Магнус и сделал. Подготовили ход Ф5, белые, черные защитились, опять-таки, для того, чтобы на Е5 иметь возможность взять. Однако, вот, случилось следующее. Итак, белые надвинули, черные держат оборону, посмотрите, на последних издыханиях, можно сказать, стоят и ждут, в ожидании, в состоянии ожидания. Ну, вот тут сложно сказать, как вот белым унушать свою игру, но, в общем, Даня Попрова, ладья Д3, слон Ф4, вроде бы тоже очень разумно, и вроде бы и съел вовремя и пошел королем ладья АЖ-7. Вот эта вот позиция, казалось бы, очень опасна, потому что у белых, по сути дела, что лишняя ладья на доске, да, то есть ладья на АЖ-7 вне игры. Однако, вот у них есть возможность организации проходной. И вот об этом надо было подумать, не хватало немного времени для этого, для того, чтобы осуществить такую ситуацию. И вот здесь, вот, к сожалению, там, ну, к сожалению, многих болельщиков, прежде всего, партия завершилась повторение ходов. Но, что можно было предложить взамен, давайте вот мы сейчас поговорим об этом. Ну, вот был какой-то феноменальный ход слон С1, который сдерживал движение А3, то есть для того, чтобы ладью отправить в район поле Ж3 и на Ж7. Вот такая была идея, и кто знает, к чем бы закончилась здесь партия, очевидно, что белые все-таки напрягают, и имеют определенные шансы на успех. В общем, совершенно точно, во всяком случае, я бы эту партию проиграл и белыми, и черными. Вот как-то так. Но, тем не менее, в общем, Магнус устоял, нелегкая защита, и переходим к третьей партии, к третьей партии, к третьей интереснейшей партии, где Магнус играл белыми. Возник такой, в общем-то, вариант Тароша, связанный со шведскими какими-то системами, С4, слон Б4, ранние такие, называются обычной шведской системой, то есть обычно пешка на Е2 и пешка на А7 находится. Ну, и в общем-то, после таких вот, таких спокойных, спокойного развития партии, и по большому счету, здесь ничего не происходило. Ну, чистый Тарош, да, КНЕ-4, в общем-то, все уравнялось, по большому счету. Магнус все-таки старался как-то напрягать белыми, тем не менее, мы знаем, какой он в боевой форме всегда находится, хотя, конечно, кондиция у него сейчас не самая лучшая, говорят, что он приболел. Ну, и, в общем-то, Даня попробовал здесь организовать некоторую активность на фланг. Ну, и давайте посмотрим, как здесь Магнус эту позицию начал разваливать. Итак, сначала, значит, он взял королем, значит, черный ладья Б8, ладья бьет С6, недолго думая, А4. Ну, и здесь, конечно, можно было сто раз сыграть Е4 и разменять абсолютно все на доске, после чего соглашение последовало бы. Но Магнус, на то и Магнус, на то и чемпион, что хочет играть на победу любую позицию. Итак, черный съели на Е3, обратите внимание, то есть, он решил оставить Ферзей на доске, но его король, на самом деле, не такой уж и хороший оказался. И вот он спокойно здесь продолжил какое-то движение. Ферзь Д7 и Ф6, Ферзь Б5, то есть, он считал, что безопасности здесь более чем достаточно, однако, на самом деле, это вот эта видимость, вот эта пешка Аши делает свое дело. То есть, видимость безопасности, иллюзия, можно сказать, безопасности, сгубила Магнуса в этой партии. Ферзь Ф5, черные пошли, очень сильный ход с идеей Аш3, белому пришлось сыграть Ж4, а это привело к дополнительным ослаблениям. Аш3, король Ж3, и Ферзь Е4. Тонкий ход, был наверняка еще какой-то ход, но Ферзь Е4, очень приятный ход. Игра идет уже у черных на победу. Черные хотят, помимо того, что просто съесть пешку на Д4, основная идея у них скрыть короля, создать угрозу мату, пойти Ф5. Магнус съел на А5 и получает ход Ф5. Эта позиция уже безнадежна. То есть, он должен был здесь пытаться как-то прятать Ферзя, съедать на Аш3, мигом бегом назад домой и подбиваться в жутких страданиях. Вместо этого, как говорится, как будто он, говорится, выдвинул все в лын, как говорится, и вот съел на А5. После Ф5 позиция белого короля внушает сомнения и по большому счету они здесь демонстрируют точное атакующее действие. Был еще ход ладья Ф6, но это не имеет значения. Здесь черные добираются до короля, до пешки H2, самые важные пешки. И вот это движение еще и король H6 осуществил на секундах Даниил и успел все подменять. Здесь Магнус сдался, потому что по сути дела форсированный переход в пешечный еншплинг, где пешка аж проскакивает в ферзи успешно. Отличные достижения и Магнус здесь немножко видно, что нервничал. Вот такие вот партии случились в матче Магнуса, такие достаточно занимательные. И сегодня у них ждет второй матч, еще сложный матч, но видно, что Магнус далек от лучших кондиций, как я уже сказал, и все возможно. Ну, а я покажу еще коротенькие зарисовки из партии Веслисо и Максим Ваши Лаграва, где французский шахматист доминировал в матче, особенно доминировал с черными. Не знаю, что случилось с Веслисо, может быть, не с той ноги встал, а может быть, что-то еще, а может быть, Максим Ваши Лаграв встал именно с той ноги, но тут были очень занимательные моменты, которые стоит обсудить. Значит, ну, первая партия, она, по сути дела, форсированная ветка, известная, старейшая ветка, которая часто приводила к полному истреблению фигур, и вот здесь на моей памяти много и ничьих было с повторением ходов, но вот наше время продолжения вот этих вот теоретических линий, теоретических табий, сложное, оно продолжается. Итак, значит, ну что, вот такая вот занимательная позиция была, играл Уэсли с сонным победу, очевидно, но где-то, где-то, видимо, перегнул палку. И вот Максим такую смешную, даже, я бы сказал, позицию получил неоднозначную, куча пешек у черных, там, две ладьи, король в центре, ну и черт ногу, говорится, сломать, да, все что угодно можно сломать здесь, не только ногу. Ну, в общем, здесь вот обратите внимание, занимательное представление, такой бы круто с конем от Максимки. Да, ну и после слом бьет Ф1, ладья Ц8, отключение ладьи на Ц2, и здесь Максим хорошо сыграл ладья Ж8, ладья Ж1, прикрыл седьмой ряд, хотя это было, не было никакой необходимости, надо было сразу запускать ладью на Ц4, но это уже говорю, оставлю для зрителей более сложные здесь позиции, потому что в них действительно надо копаться и анализировать буквально каждый ход. И вот в этой сумасшедшей совершенно позиции после хода слонах 4 Максим сделал ход ладей Ф3, замечательный ход ладей Ф3, с угрозой постановки мата в один ход, и после ферзь Д8 король Ц6, здесь у белых была защита, я предлагаю найти ее зрителям, пишите в комментариях, какая защита была у белых, как им спасаться от мата. И сразу переключаюсь еще на один коротенький сюжет. Коротенький сюжет также случился в партии Максим. И вот здесь именно в дебюте был очень занимательный момент, они в общем-то опять-таки разыграли Сицилию, Найдерфа, любимого для Максима Вашье. И вот здесь, в этой занимательной позиции действительно черные осуществили элегантный ход, который для вас наверное станет таким как бы приятным для исполнения, для эстетов, скажем так. И так черные сделали занимательный ход Кони Аш-5. Очень симпатично, очень приятно, и Весли Со после такого хода, конечно, обмяк на стуле, ну, объективно, нужно было отыгрываться еще белыми, то есть он партию предыдущую проиграл, но здесь после хода Кони Аш-5 все вообще шансы сразу же убиваются мгновенно, это всего лишь 13-й ход. Ну и в общем-то здесь очень быстро закончилось для Весли Со очень четкая партия со стороны Максима, здесь он взялся, как говорится, взял свои пассатижи, да, и в общем-то без шансов совершенно исполнил свое грязное дело. Да, в общем, здесь пытался Весли Со что-то отбиваться, но тщетно, тщетно, в общем, все в какой-то момент у черных зашло, по полям, по лугам, и все очень красиво и вовремя. Это в этой позиции, тоже, можно сказать, красочной позиции, такое скопление фигур в центре создался. Ну, что ж, друзья, надеюсь, что было интересно, обязательно пишите комментарии, ваши мысли о том, кто победит, может быть, кто-то хочет дать прогнозы, ну, а я вас благодарю за внимание, также надеюсь и на вашу благодарность нашей команде, это очень важно. Желаю всем хорошего дня и болеем, естественно, за наших, я не сказал, о непомнящем и Раджабове, так же, как и Накамуры, Ароняна, но здесь все гораздо было, как сказать, спокойнее, если говорить о непомнящем Раджабове, сыграли 4 ничьи, сделали в равной борьбе, очень тяжелой борьбе, то Аронян достаточно уверенно и легко обыграл Накаму. Ну, об этих матчах обязательно мы поговорим уже в следующих обзорах, но на этом я с вами прощаюсь, до новых встреч, пока. Редактор субтитров А.Семкин, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова